всем привет с вами дмитрий урсул в этом видео я хотел бы поговорить на тему довольно известного ревербератора которую с которым вы наверняка сталкивались или как минимум слышали про него но если вдруг нет то это будет как раз отличным поводом познакомиться дело в том что на тему этого ролика меня сподвигла акция от компании waves alchemy ну не сочтите за рекламу естественно это просто бесплатный плагин который сейчас раздается в честь в преддверии черной пятницы magic 7 и когда я увидела новость о том что собственно раздается этот плагин бесплатно но я подумал так очередная эмуляция брикасте m7 это как раз герой нашего сегодняшнего ролика тот самый ревербератор сейчас я про него пару слов скажу это очередная как бы его набор его импульсов и очередной плагин основанный на этих импульсах я так задумался и понял что у меня их уже помимо этого плагина еще три уже в арсенале есть и вот за решила сделать такой ролик эксперимент которых во первых мы послушаем вот в вашем случае то что есть у меня я не говорю что это все плагин которые есть на рынке но просто мне захотелось вот сравнить а что же вот чем же они отличаются и вообще что еще нового могут можно придумать с этим типом реверберации то есть вот такой будет сегодня ролик мы все это послушаем сравним ну на небольших примерах но идея будет понятна и так значит брикасте m7 для тех кто не знает такой ревербератор цифровой из 2007 года от компании брикасти дизайн собственно но это такой а-ля лексикон но только не лексикона собственно брикасти то есть там самые стандартные наборы это холлы плейты румы ну то есть всякие эмбиенсы чемберы ну то есть разные типы реверберации он как бы вроде бы как но он не совсем импульсный то есть он скорее такой цифру цифровой и его хвалит многие за курсеры именно за его вот эти интересные алгоритмы просчета математически благодаря которому вот эти хвосты звучат максимально естественно то есть это для тех кто кому нужны естественные ну скажем так звуки помещений или очень похожие на них те же комнаты и так далее я сам этими типом реверберации пользуюсь практически в каждом миксе особенно если у нас у меня есть живые инструменты то есть гитары какие-то барабаны то есть там вот эти брикастерские импульсы скажем так работает очень хорошо то есть вот в разных сценариях я ну почти в каждом миксе я использую так или иначе этот ревербератор значит как его использовать мы сейчас поговорим то есть каких вообще вариантах он есть не обязательно такой спойлер покупать какой-то плагин но также есть на бесплатный плагин сейчас об этом тоже поговорим в общем ну то есть можно вот на официальном сайте брикастер почитать про сам ревербератор про его историю про его спецификации но в принципе это просто набор определенных импульсов с определенными управлениями при дилей длина хвоста ну то есть стандартный такой цифровой ревербератор раковый ну который при этом признан за свои вот эти алгоритмы очень приятный у него отзвук и очень хорошо работать с абсолютно разным материалом так вот значит у у нас сейчас компания wave alchemy сделала плагин абсолютно отдельный плагин с этими же самыми вшитыми импульсами и с дополнительными фичами то есть здесь есть возможности по например smooth and duck то есть делать ducking это сейчас очень модная тема в современных ревербераторах потому что ну стало скажем так ну люди поняли что очень много сейчас стало использоваться реверберации на вокалах например в последнее время и она зачастую маскирует сам вокал и многие там через какие-то сайдчейны и прочее борются этой темой последние вот несколько лет и производители плагинов в последние годы стали прям сразу вшивать алгоритм который ну такой как встроенный сайдчейн что когда сухой вокал у нас приходит на ревербератор сам ревербератор чуть просаживается как вокал например перестает звучать то вот в эти промежутки между фразами вокальными у нас ревер раскрывается в полной мере но это на самом деле очень простая функция и хорошо что она стала появляться уже нативно в самих внутри плагинах то есть это по разному где называется ducking или какой-нибудь там гейт встроенный то есть ну по-разному это называется но работает очень просто сами плагин довольно простой ссылку я естественно в описании оставлю то есть вы можете пройти его скачать пока черная пятница длится у нас сейчас ролик выйдет в ну 10 ноября и соответственно я думаю что еще до черной пятницы то есть будет какое-то время этот плагин бесплатно раздаваться все лишь нужно зарегистрироваться и вам на ссылку нужно создать аккаунт в вашем аккаунте будет возможность скачать этот плагин очень хороший плагин я так его уже послушал но еще раз я пришел к вопросу что у меня уже есть этот плагин более того у меня есть импульсы wave импульсы они кстати в интернете тоже лежат от компании с имплисити я сейчас тоже покажу этот набор импульсов то есть уже естественно энтузиасты взяли этот железный девайс брикасте и его во всячески всевозможным образом засемплировали и у даже отдельный импульс этого ребратора лежат то есть по сути сегодня выпускать такой плагин ну не сказать что прям очень нужно и задавшись вопросом я понял что у меня уже их несколько этих плагинов которые используют эти же самые импульсы и вот сегодня мы с вами их послушаем и собственно сравним в чем отличие вообще если они доступ ко всем курсам школы logic pro help всего за 990 рублей в месяц да это реально на нашем бусте вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по logic pro и о работе со звуком самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных для тех кто не знает пусти это сервис ежемесячной подписки благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц сейчас я покажу как оформить подписку выбираем интересующий нас пакет нажимаем кнопку купить попадаем на нашу страницу бусти и там нажимаем подписаться далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем купить после этого вводим данные карты и готова можно переходить к обучению в ту же минуту и помните что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене и так значит у меня здесь в сессии представлено два аудио файла это такой вот с нейр и такой вокальный сэмпл сделать потише и на каждом канале как вы видите у меня установлены те самые плагины то есть на что у меня здесь стоит у меня на каждом канале стоит ну возьмем сейчас пока снэйр канал со снэйром у меня здесь стоит импульс который называется точнее пресет который называется music room односекундный это собственно magic 7 тот самый бесплатный плагин от wave alchemy который сейчас раздается дальше у меня есть verpsuit classics от slay digital в котором также среди устройств которые они сюда вшили в этот ревербератор также вот же представлен тот же самый bm7 приказ тим сэм и вот здесь все те же самые импульсы здесь тоже выбрал music room как видите здесь тоже у нас одна секунда как и здесь и все настройки стоят по умолчанию никаких эквалайзеров ничего то есть они ничего не крутил все стоит как есть единственное что в этом я стоит на сто процентов везде ну чтобы мы сейчас слышали только хвост от ревербератора то есть не не будем слышать чистый звук а будем слышать только сам эффект дальше есть еще такой плагин 7 heaven professional кстати плагин довольно дорогой от liquid sonyx и он даже какие-то премии получал и считается среди среди профессионалов в том числе западных что это прям самая лучшая эмуляция m7 вообще на рынке существующей то есть они максимально воссоздали алгоритмы сюда все перенесли то здесь абсолютно те же самые опять же выборка вот этих самых ну будем называть их импульсами или алгоритмов и те же самые пресеты в каждой из категорий то есть вот у нас категория и внизу собственно сами настройки или вот эти виртуальные пространства скажем так понятно что здесь дополнительные настройки есть встроенный эквалайзер здесь есть всякие возможности при дилея еще delay генерировать ну то есть уже дополнительные функции от конкретно этого производителя плагин а сейчас интересует именно звучание самого импульса поэтому я здесь все по сути отключено все выключено то есть видите эквалайзер у нас не работает то есть он просто выключен тут тоже никаких при дилеев ничего нету то есть все стоит по умолчанию просто вот загружен этот импульс то есть это у нас третий плагин и четвертым я взял наш любимый space дизайнер лоджики это для тех кто не хочет ставить сторонний плагин или покупать хотя опять же говорю обратить внимание на magic 7 можно за бесплатно за просто регистрацию очень хороший и нужный в арсенале плагин но есть вдруг у вас space дизайнер любимый разбиратор я его тоже люблю то можно просто взять здесь можно всегда открыть space дизайнер загрузить свой импульс лод и вот я нажимаю у меня вот открывается папка simplicity m7 main можно прям так и вбить в поиски в гугле она лежит на сайте simplicity и там вот лежит собственно в двух вариантах в 48 килогерса 44 вот эти самые импульсы то есть те же самые пресеты я также загрузил здесь вот эту пресет music room где он тут у нас music room так а ну вот восьмой то есть ну абсолютно те же самые импульсы правда импульсы были сделаны по моему 2010 году да ну как бы тем не менее вряд ли там что-то там сильно поменялось но давайте от слов к делу и мы сейчас будем просто слушать их в сравнении то есть я сейчас буду включать сами плагины по очереди и мы будем слушать как звучит снейр точнее как звучит хвост от этого снейра через каждую из плагин я постарался по громкости примерно их при подогнать просто естественно в там алгоритмы чуть-чуть подшаманина имеется ввиду там громкостные самая громкость импульса может быть разные от плагина к плагину я постарался это скомпенсировать заранее чтобы сейчас на это время не тратить но как бы тут нам главное послушать характер звучание самих импульсов и так слушаем magic 7 дальше слушаем verb suit дальше 7 heaven и space designer ну как по мне характеры выбирации абсолютно одинаковые да там могут быть какие-то чуть-чуть может быть алгоритмически там хвост как-то по-другому раскрывается там самые там высокие частоты может чуть-чуть там пораньше где-то затухают но опять же это все можно подкрутить в том же space дизайнере можно видоизменять импульс можно видоизменять его огибающую то есть принципе довольно продвинутый ревербератор с по работе с импульсами то есть все это можно варьировать то же самое касается и других плагинов то есть здесь совсем с этим можно взаимодействовать менять и частотную составляющую то есть такой встроенный некий эквалайзер есть в space дизайнере он кстати тоже есть тут тоже у нас есть встроенный эквалайзер просто разные возможности то есть по сути вот я сейчас так послушав я понимаю что мне все эти четыре плагина одновременно не нужны то есть по сути можно было бы остановиться на ком-то одном но так как в том же версию классика идут еще другие девайсы и ну я выбрал довольно давно то ну понятное дело что я жалеть не буду но вот насчет 7 heaven я не знаю насколько мне теперь например актуален учитывая что появился даже magic 7 где в принципе тоже есть вариант с дакингом да то есть они здесь тоже этим хвастались что у них и здесь есть режим вот дакера то есть здесь тоже он есть стрэш олдом все настраивается но я не знаю то есть тут как бы опять же меня это уже куплено ну поэтому чего уже как говорится жалеть или еще что то делать но если вы вот раздумывали то вот имейте ввиду что вот сейчас есть во первых бесплатный вариант взять magic 7 либо можно взять просто импульсы и использовать их в родном любимом space дизайнер абсолютно нативно то есть просто загружая wave импульсы давайте еще раз послушаем эти четыре вибратора уже на примере вокала и напомню как он звучит послушаем m7 точнее magic 7 тут у меня загружен пресет vocal plate a из закладки plates дальше слушаем verb suit classic тоже vocal plate а дальше 7 heaven и space дизайнер ну space дизайнер чуть-чуть как будто отличается но опять же это возможно так сняли алгоритмические эти сэмплы то есть здесь чуть-чуть есть отличие но вот например первые три плагина вообще ничем друг от друга как по мне не отличаются ну может быть там есть нюансы под дальнейшим виду изменению этих импульсов то есть возможностям но сами изначальный звук ревибирации во всех этих плагинах абсолютно одинаково напомню что это один из самых дорогих плагин of some home professional слайд диджитал чуть подешевле плюсом в подписке есть но это сейчас раздается вообще абсолютно бесплатно что ж вот если вас вдруг вы хотели какой-то новый ревибиратор себе заиметь и вы никогда с m7 не сталкивались на практике вот отличный шанс сейчас вот его скачать пока его раздают абсолютно бесплатно просто создать аккаунт и его скачать ну либо найти те же самые импульсы 2010 года на от simplicity на м7 и использовать их в любом своем любимом конволюционном ревибираторе будь то space designer либо какой-либо другой если вы используете кстати обязательно в logic в каждом сегодняшнем секвенсоре есть свой встроенный ревибиратор который позволяет загружать в него импульсы поэтому можно просто взять набор импульсов и ими пользоваться и не обязательно даже покупать или скачать какие-то плагины вот но тем не менее m7 я вам рекомендую еще раз повторюсь я его использую практически в каждом проекте там на вокалах либо на гитарах либо на барабанных живых это вообще прям отлично заходит живые комнаты они прям звучат даже порой лучше чем реально записанные комнаты на студии все как правило все убираю и используют именно подмешанный m7 какой-нибудь рум из подходящих по длительности по ширине и по глубине и так далее что аж пишите в комментариях как вам это ревибиратор работали вы с ним полезна ли вам эта информация и задавайте всегда свои вопросы на самые интересные темы я всегда записываю видео на нашем канале logic pro help оставайтесь на связи всем успехов в творчестве с вами был дмитрий урсул увидимся с вами в следующих видео всем пока и